Приветствую вас, давайте разберем ваш текст. Итак, в голове непонятки, кто я, что со мной и почему я перегружен морально. Здесь, я думаю, вы демонстрируете некоторый отрыв от своих чувств. То есть вы не отслеживаете свои чувства, не осознаете. Их это низкий уровень эмоционального интеллекта. С этим можно работать, это можно повысить. Откуда это чувство тревоги, не уверен в себе, раньше я был чересчур в себе уверен. Раньше это когда и что значит чересчур. В какой момент вы перестали быть уверенным. Ну а чувство тревоги это некоторые изменения, в том числе в вас и в окружающем мире. Которые вы и предпочитаете игнорировать. То есть тревога это следствие неадаптивности к меняющейся окружающей среде. Я помню моменты, когда я был счастлив, доволен и горд собой. Я думаю, все такие моменты помнят. Важно немножко другое. То, что не всегда можно быть довольным и гордым собой. Здесь, мне кажется, в какой-то степени проявляются завышенные требования к себе. Некоторые перфекционизм, который для многих людей служит ничем иным, нежели оправданием для, ну, побольше, чтобы ничего не делать. К сожалению, к сожалению, к сожалению, к большому, вот, к сожалению. Поэтому очень важно, чтобы, ну, чтобы вы сами, там, были уверены в том, что он, что он, вот этот, вот этот, эээ, перфекционизм, эээ, вау, что он, на пользу, что он, эээ, ну, действительно, на пользу, на пользу вам, понимаете? Они, эээ, защищают, например, эээ, раз от, эээ, ошибок, например. Ну, например. Дальше. Эээ, так, я чувствовал умиротворение, понимая, что у нас в порядке, я на порядок выше многих интеллективных и социальных ответственностей. Эээ, это крайне не, эээ, устойчивая позиция, потому что всегда есть кто-то выше, как только вы поняли, вы поняли, что кто-то, может быть, выше, вы потеряли покой. А почему вам важно быть, эээ, на порядок выше, эээ, в интеллекте и социальной ответственности? Почему вы такое ощущение, что боретесь, пытаетесь, эээ, выиграть у кого-то или доказать что-то? Я многое постиг, больше стал понимать, больше знаю и больше интересных тем. А, чтобы иметь в виду, для чего это все? Ну, то есть, у получения знаний должна быть цель. Как мне это использовать, чтобы нравиться другим, чтобы быть собой? А, использовать, эээ, так, эээ, чтобы это было удобно вам. Использовать, использовать, эээ, так, чтобы это было комфортно вам. Вот, эээ, естественно, для вас, чтобы это было. Эээ, это первое. Второе, для чего вам нравятся люди? Какой-то этап, такое ощущение, что он для меня во всю мою жизнь. А, как же те моменты, когда вы помните, что были горды собой? Непонятно. Мне грустно от того, что я знаю, что должны испытывать радость. Кому вы должны испытывать радость? Почему вы решили, что должны? Сижу дома, внешний мир на меня давит, когда я в нем испытываю колоссальный дискомфорт. Ну, здесь, эээ, вероятно, некая угроза, страх оценки. Так, эээ, я чувствовал, эээ, так, ну, когда-то я был рад этому миру, открывая познавая его. Ну, что-то случилось, очевидно. Я чувствовал, что я нужен знакомым друзьям. Вы пребываете в гармонии только, когда чувствуете, что у нас никому там. То есть, вы в какой-то степени, вот, пребываете в такой социальной зависимости от других. В большей степени, чем оно того заслуживает, вероятно. Дальше. Это чувство пропало, на его место пришло чувство, что я обуздан. Ну, как бы, здесь, эээ, вы либо обесцениваете себя сами, да, как бы. Либо вы себя обесцениваете, в принципе, вот. Либо вы, вы, эээ, ну, возвеличиваете себя, именно, эээ, за счет, эээ, нужности, эээ, другим людям. То есть, мне кажется, что, что, ну, это, эээ, не есть, эээ, хорошо. Для вас, по крайней мере, по крайней мере, вот. Потому что это, опять, опять же, эээ, делает вас, эээ, зависимым. Вот. Как мне видится. Дальше. Идем. Так, эээ, что это моя речь? Один разговор, помню, заранее говорил, обточенный четко. Это может быть, как, эээ, завышенные, не совсем адекватные ожидания, эээ, от себя. Это, так, это может быть, это может быть психосоматическое следствие. Эээ, также меня уважали за мою речь и понятие. Сейчас познал много нового интереса, много что изучил. Но речь стоит, типа, как бы, просто короче. Самое интересное, не могу ничего пока с этим поделать. Вероятно, вы избегаете и боитесь успеха. Может быть, даже истидитесь с его. Понимаю каждый раз об этом, когда уже пресняет речь, вроде что просто возьми справку, меня что-то очень отвлекает. Вы боитесь? Я думаю, что вы боитесь обесплывать, потому что боитесь успеха. Многие моменты я это интимно знаю. Что-то, наверное, 100% точно не могу рассказать, так объяснить что вы не отстаёте точку зрения. А зачем её отстаивать? Зачем? Здесь может быть страх, что вы не отстаёте точку зрения. И значит, вы плохой, плохой или как-то так. В речь и в размышлениях я понимаю, что происходит. Я так, в речь и в размышлениях и в понимании происходящего есть что-то на фоне, что-то меня отвлекает от этого. То, чего я не могу переключиться. Внутренний диалог тяжелее перебить, когда я говорю с кем-то. Здесь нужно выяснить, что это такое. Это могут быть как навязчивые мысли, так и определённые желания, связанные с отвлекающими факторами. Просыпаясь, открывая глаза, голова кипит от этого внутреннего диалога, который не перестаёт. Но это может быть противоречивая борьба. Его, этот внутренний диалог нужно и можно раскрыть. Когда я в моём представлении, я должен проснуться и потихоньку начать думать. Но опять же, кому вы должны? То есть это, на мой взгляд, довольно странная история. Почему вы должны? Ну то есть, как получается у вас, так и получается. Почему вы, именно что должны, вот как бы, кому вы должны? Так что это, на мой взгляд, ну, не очень. Такая понятная история. Вот. Так что, здесь мне кажется, что тоже нужно разобраться с тем, что происходит. Дальше. Так. От этого я справа курирую 4-5. И гореть с перерывом 5 минут как браснулись. То есть, вы себя, по факту, наказываете и бесширите за то, что происходит не то, что должно. Продолжается эта неделя, не месяц, как мне кажется, больше часть своей жизни. Моей жизни. А как это связано с тем, что вы когда так же чувствовали год и с когда у вас всё получалось? Произошлось что-то ужасно, тогда бы составляли свои места и я понимал бы, что от этого. Но нет, я не могу понять, не могу собраться с мыслей и понять, что они случайно, они в разных этапах жизни. Вероятно, ничего конкретного не происходило, но в общем на фоне это имеет такой нагапливающийся эффект, как закапление и в определенный момент оно достигло критической точки и стало вас беспокоить. Кроме того, мне кажется, что вы склонны многие вещи рационализировать. Поэтому в силу этого и в силу того, что вы склонны многие вещи рационализировать, вам сложно. Сложно лучше себя осознавать. Дальше. Связь разве, что определенные пережитые моменты в жизни, которые более похожи на более ранние, откуда я думаю, горечко не повлиял, что от свет простого села во мне ни к чему. Но это зацикливание на упущенных возможностях. Это больше про успех, про требование от себя и про обучивание за то, что вы не соответствуете определенным требованиям. Пребования у нас не совсем адекватные и, скорее всего, позаимствованные от родителей и от окружающих. В последнее время я стал замечать, так, учащенно понаблюдал за мыслями. Нет, нет, но есть это же чувство, что я не пойму или что-то произойдет. Но это, наверное, поработало. Что-то, наверное, поработало. Что-то, наверное, поработало. Ну вот. Вопрос ваш... В чём... Какой? В чём? В чём ваш вопрос-то? А то вы как-то вот мне написали свой вопрос. Ну вот. На этом всё. Я надеюсь, что памятник вам. Желаю в целом. А вот доброго. Чтобы это всё равно Chinese. 擊 у нее до 8 ern grund. У неприналовку.